В плотном рабочем графике Александр Цибульский нашел сегодня время и для участия в прямом радиоэфире. Глава региона стал гостем радиостанции «Север-ФМ». Речь в эфире шла не о политике, а о здоровом образе жизни, приверженцем которого Александр Цибульский и является. В обеденный перерыв именно в это время идет программа «Прямой эфир» с Анастасией Максимовой и Иваном Шоу. Разговор начали с темы здорового питания. Ведущий интересуется, действительно ли Александру Цибульскому понравилась еда, которой несколько дней назад его угощали работники Медфуда. Глава региона признается, понравилось, но соли было маловато. Слушайте, очень интересная история получилась с компанией Медфуд. У меня, если честно, по плану в голове был совершенно другой сценарий. Поскольку я получал довольно большое количество жалоб на качество еды в больнице, моя идея была вызвать, собственно, что я и сделал, вызвать представителей этой компании сюда, провести с ними соответствующую беседу, обратить внимание на некачественные продукты. Я, в общем, попросил, говорит, давайте так, своему помощнику сказал, когда они зайдут, ты сразу езжай в больницу, возьми мне то, что давали на обед, то, что сегодня дают на ужин, привози, и я прямо здесь дам им попробовать, мы поймем, как это невкусно, и, соответственно, наставим их на путь истинный. То есть я был настроен на такой довольно жесткий, даже немного агрессивный разговор, что, собственно говоря, вначале и начинал. Когда нам принесли еду и открыли, я честно вам скажу свое мнение, да, она оказалась вкусной. Здоровье зависит не только от питания, но и от климатических условий, в которых проживает человек. Александр Цибульский отмечает, зима в этом году была мягкая, и это помогло ему адаптироваться к северным условиям. Плюс солнца, которого в Наринмаре оказалось больше, чем в Москве. Настоящая зима, говорит глава региона, вновь сподвигла его встать на лыжи. Впрочем, это не единственный вид спорта, которым занимается Александр Цибульский. Сейчас уже, конечно, всем понемногу занимаюсь. Мне очень нравится, мне как-то раньше не было времени, когда я не приехал сюда заниматься такими узконаправленными видами спорта, как-то занимался фитнесом, спортивным залом, бассейн. А сейчас мне, допустим, очень нравится хоккей. Я открыл для себя лыжи, вновь открыл, да, это какие-то давно с детства забытые активности, которые сейчас вновь появились в моей жизни, я очень рад. У нас открылся замечательный корт, я играю в теннис, тоже стараюсь там иногда приходить. Ну, и так, если есть возможность, могу зайти в бассейн поплавать. Поэтому, в общем, получается всем понемногу, хотя там в юности я отдал предпочтение одному спорту. Какого из трензиков? Я почти, наверное, 9 лет своей жизни отдал борьбе дзюдо. Ну, я занимался, в общем-то, как любитель больше. Среди других спортивных направлений, которые бы хотел освоить Александр Цибульский, это мотоспорт. О выполнении трюков и сальто глава региона не мечтает. Говорит, хотя бы научиться хорошо управлять мотоциклом. Главное – выдержка. А она у главы округа есть, ведь за плечами 9 лет службы. Открою секрет, я же заканчивал военный институт иностранных языков, поэтому это был осознанный выбор. И я, в общем-то, служил в армии уже, скорее, сначала как курсант военного вуза, а затем уже как офицер. И как офицер я уже, откровенно говоря, служил не в вооруженных силах, а в других службах Российской Федерации. Но, тем не менее, 5 лет я провел в вооруженных силах, очень благодарен этому опыту и действительно считаю, что армия для мужчины, ну, если вещь не необходимая, то как минимум крайне полезная. Она воспитывает очень много качеств, которые тебе в жизни потом помогают. Сейчас Александр Цибульский в звании капитана. У военного в отставке есть овчарка по кличке Халиф. Бедный Халиф наверняка не знал, что он станет символом года, а еще и к тому, что он станет героем радиопередачи. То есть уже практически переходит в разряд звезды. Вообще животные в доме, мне кажется, здорово воспитывают ответственность. Я вот сколько себя помню всегда, я знал, что у меня живет собака, надо с утра вечером с ней обязательно погулять, независимо от того, как хорошо ты проводишь время с друзьями вечером и насколько ты задержался где-нибудь. С ними же ты знаешь, что ты должен быть в определенное время дома и обязательно за ней ухаживать. Мне кажется, это нормально, естественно. Если ты любишь своего питомца, то по-другому ты по отношению к нему поступить не можешь. Пса Халифа прославили социальные сети. Именно там он собирает лайки и восторженные комментарии. А сам хозяин овчарки использует соцсети как инструмент общения с гражданами. Я через соцсети, скажу вам, получаю очень много сигналов и каких-то жалоб, предложений, размышлений от наших жителей, что мне, кстати, очень помогает потом в работе. Ну и через, опять же, там свои инстаграмы и соцсети стараюсь какие-то свои такие мысли, идеи доносить до людей. Я стараюсь, чтобы в этих постах все-таки какие-то мысли, касающиеся моей жизни, моей личности, они были видны и понятны людям, чтобы они со мной могли коммуницировать, понимая, какой я есть. В завершении прямого эфира для главы округа – Блиц-опрос. Ведущие подготовили для Александра Цибульского более 10 вопросов, отвечать на которые нужно было, не раздумывая. Любимым цветом Александра Цибульского являются все оттенки синего, из торта или яблока он бы выбрал оба, в зависимости от ситуации. А смелости главе региона не хватает на то, чтобы вычеркнуть из жизни людей, которым там нет места. Книга, которую должен знать каждый, по мнению Александра Цибульского, «Три товарища», песня Джо Досена, а фильм «Крестный отец» в части взаимоотношений в семье. Что помогает вам принять правильное решение в трудных ситуациях? Окружающие люди. Кто был вашим героем в детстве? Джейнс Бонд. Почему? Мне нравилось сочетание интеллекта, силы и стиля. Что вы можете сделать своими руками? Очень много плов. Какую кухню вы предпочитаете? Наверное, кавказскую и балканскую. Пойдете на выборы президента Российской Федерации в ближайшее время, 18 марта? Да, конечно. В какой раз после достижения совершеннолетия будете участвовать в выборах главы государства? Это уже, наверное, пятый. Понравилось ли вам у нас в программе? Мне очень понравилось. Ваша компания очень приятная. Блиц закончен. Спасибо вам большое. Мария Владимирова, Антон Водряков, Вадим Носкин, Телеканал «Север».